Сегодня стали известны новые подробности скандала в 43-й школе Тараза. Накануне вечером возмущенные родители снова собрались в учебном заведении и потребовали уволить директора. Ранее руководителя образовательного учреждения обвинили в поборах и давлении на преподавателей. В итоге при областном Акимате была создана специальная комиссия, которая разбирается в деталях конфликта. О первых результатах расследования расскажет моя коллега Жанна Тайтенова. Скандал в Таразской средней школе номер 43 продолжает набирать обороты. Поздно вечером в стенах учебного заведения вновь собрались возмущенные родители и учителя этой школы. По словам педагогов, все руководители школы, которые знали или имели какое-то отношение к внутришкольным поборам, должны быть уволены. Речь идет о часах преподавания, которые в этом учебном заведении якобы стали предметом торговли. По неофициальным данным расценки за 24 часа лекции обходились учителям в 30 тысяч деньги. За 27 часов педагогам приходилось выкладывать как минимум 50 тысяч деньги. За возвращение из декретного отпуска на законное рабочее место с учителей требовали аж 100 тысяч деньги. Собравшиеся требовали прекратить моральное давление и положить конец такому беспределу. Она сделала это место своим личным домом. Понимаете, да, это стало как ее частная собственность. Как дети могут получать знания в таком месте, в школе, где директор грызется и унижает своих подчиненных? Ребенок приходит и смотрит на настроение своего преподавателя. А какие знания может дать учитель, у которого голова забита проблемами и скандалами с руководством? И что сейчас скажет директор? Как можно преподавать с такими проблемами в голове? Чему они научат наших детей? Никто из руководства школы в неочередном собрании с возмущенными родителями так и не показался. Специалистов отдела образования здесь тоже не было. Однако по решению специальной комиссии, педагога с 30-летним стажем, который ранее был уволен директором этой школы, вновь примут на прежнее место работы. А вот проверки в отношении руководителя учебного заведения продолжатся. Проблема очень серьезная. Мы планируем тщательно все проверить и принять решение в кратчайшие сроки. Собирать деньги в учебных заведениях строго запрещено. И если в этом случае факт внутришкольных поборов будет доказан, все ответственные за это лица понесут наказание по закону. Выяснилось, что главный фигурант скандальной истории, директор школы, распоряжение министра образования временно отстранено от своих обязанностей. Однако возмущенные родители потребовали вместе с директором уволить и весь руководящий состав школы. В обратном случае люди намерены обратиться к руководству страны. Жанна Тайтенова, Миржан Ирбулатов, телеканал Алматы, Тарас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова